Здравствуйте дорогие друзья, с вами Игорь Юлдашев и мы продолжаем серию видеорепортажей встреч Петербургского Международного Газового Форума. Сегодня моим собеседником станет Бобрик Алексей, главный конструктор, одного из крупнейших предприятий, которое мы искренне любим, уважаем и всегда о нем стараемся больше и больше говорить. Олексинский тяжелый завод промышленной арматуры, тяжпромармонтура, город Олексин. Это предприятие представило на Петербургском Газовом Форуме массу продукции, шаровые краны, шиберные задвижки, ну и конечно не обошлось без новинок. О которых сегодня мы немножко вам расскажем и расскажем конечно же о новых проектах, перспективных разработках предприятия Олексинского тяжпромармонтуры. Здравствуйте Алексей, рады вас приветствовать. Ну собственно говоря с МИОГИ прошло буквально три месяца, но тем не менее вы умудрились опять представить новинку. Пожалуйста несколько слов о новинке, которая представлена на вашем стенде. Ну хочу рассказать об шаровом кране на плюс 200 градусов до 10 МПА. Вот, чем он примечателен, мы в своей как бы стандартной конструкции, это сварной корпус, смогли сделать эластичное уплотнение, которое удерживает плюс 200 градусов при таком давлении. Не графит именно, а резинок. Да, да, конечно, эластомер, вот я думаю будет надежно работать, все замечательно. Сейчас краны находятся в стадии испытаний, вот, наработки ресурса и так далее. Это позволит закрыть определенные потребности Газпрома в таких кранах в связи с переходом, ну, на, скажем так, на новые технологии по компрессорным станциям, по всему основу. Вот, в принципе, проходят испытания крана. А если говорить о конструктиве, вот мы видим, что шток сделан удлиненным. Для каких целей это делается? Я так понимаю, чтобы... Температуру. То есть, в этих целях? Да, да, в этих целях. Это гастированные, в принципе, вещи. Понятно. А если говорить все-таки про исполнение, какие будут исполнения у данной новеньки, потому что бывают же разные, и с удлиненным штоком, потому что все-таки внизу может быть жарче. А бывают исполнения, которые все-таки какие-то требуют дополнительные условия? Не, ну, то, что описано будет в вопросах листа заказчика, это все мы реализуем. Безусловно. Наработки есть везде. Ну, ходят слухи, что в России сегодня невозможно создание уплотнений или астомеров тех же самых. Это зарубежные комплектующие или все-таки это российская производство? Нет, пока да. Пока это зарубежные. Но мы сейчас работаем уже с фирмами, там, да, предлагает Константа. Ну, осталось только опробовать. Просто мы начали заниматься там с импортными, да, вещами. Так как, на самом деле, отечественные производители, да, почему-то очень скудно представляют свою продукцию. Ну, возможно, каталоги не совсем, там, корректные, там, выполнены. А при личных встречах оказывается, что у них все есть. Поэтому, ну, только из-за этого. Сейчас будем работать еще вот с Константой из отечественных, попробуем их, там, резинку. Да, мы знаем, что компания Константа, город Волгоград, уважаемые друзья, решает очень много задач именно по уплотнению. Замечательно. Алексей, а если все-таки говорить о развитии вашего предприятия? Мы знаем, что на Алексине постоянно идет модернизация, а также на его заводе по-братиме, как некоторые шучат, цехи, заводе суходоспицы Ашмаш. Какие новые сегодня разработки вы можете представить потребителям? Ну, сейчас по полной идет отработка штамповки атомных и тепловых корпусов для арматуры. Проходит сертификация сейчас на АЭС. В скором времени завод Суходол сможет снабжать заготовками всех нуждающихся в России. Я так понимаю, речь идет о той самой паковке. Да, безусловно. То есть, на большом нашем прессе, да, сможем ковать железо, корпуса, которые будут, ну, мы планируем, так разработали их универсальными, да, для разных производителей. То есть, чтобы они там смогли реализовать все свои там задумки. Идея вот такая. Скажите, пожалуйста, до какой массы сегодня может быть у вас корпус откован? И самое главное, диаметрального прохода. Потому что это очень важно. Мы знаем, что в России сегодня до 250 миллиметров могут, способно делать полукорпуса. Суходол имеет возможность штамповать как тяжелое железо. Это, наверное, от 10 тонн, да, и в диаметре, по-моему, порядка там 4 или 5 метров позволяет стол. Вот. Ну, и до самых мелких деталей, которые располагаются, ну, непосредственно, там, блоками, партиями по несколько штук. Потому что усилие в 14 тысяч тонн позволяет очень многое добиться. Ну, в принципе, корпуса для шаровых кранов 1400 мы штампуем сами. Свои. Понимаете масштаб крана, да, и его вес. То есть кран 1400, есть, да, там порядка 30 тонн, но из них, наверное, по 10 тонн, там, в принципе, могут быть, да, корпусы. Замечательно. Уважаемые друзья, это хорошая новость прежде всего для энергетиков, для тех, кто производит трубопроводную арматуру для атомной отрасли и тепловухи. Потому что сегодня открываются такие большие проекты, где требуются задвижки диаметром до 800 миллиметров. Мы уже показывали вам репортаж чеховского завода «Энергомаш», в котором показывали вам задвижку 800-го диаметра, и она действительно была из кованого корпуса. Ну, такие есть требования у атомной промышленности. Поэтому я приглашаю их к сотрудничеству, действительно, пользуюсь своим временем, вниманием, вашим вниманием, к Олексинской техпромарматуре, к заводу «Сухотовский техмаш». Могу от себя добавить там действительно российское производство, которое полностью принадлежит российским акционерам. Спасибо вам большое. Ну и, собственно говоря, не могу задать вопрос ваш о планах завода на ближайшие и также будущие полтора-два месяца, которые остались до конца 2018-го года. В планах техпромарматуры только развитие. Все привыкли думать, что техпромарматуры – это только большие изделия. Мы готовы выпускать любую арматуру, осваивать ее. Поэтому с любыми потребностями ближнего зарубежья, наших партнеров российских, мы идем много со временем и пытаемся не отставать от потребностей наших заказчиков. Замечательно. А я дополню, уважаемые друзья, сегодня Олексин – один из немногих предприятий, заводов в России, кто производит собственными силами полный цикл, начиная от корпусов и шаровой пробки. Представляете, шаровую пробку ДН-1400 мм? Они льют ее собственными силами. И заканчиваем проектирование разработки нового типа форматуры, в том числе импортозамещающих. Поэтому спасибо вам еще раз за небольшую беседу, встречу и презентацию новинок. Надеюсь, в ближайшее время мы опубликуем в нашем журнале более развернутые материалы, технические параметры этого. Я приглашаю вас на интервью на Суходова. Спасибо вам большое. Удачи, развития и, конечно же, новых побед российского производства. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин